Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете продолжается прививочная кампания против коронавируса. Спустя полгода, то есть 6 месяцев, пациент вполне имеет право ревакцинироваться. 2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы отмечают свой профессиональный праздник. От лица действующих сотрудников хотели бы поздравить с профессиональным праздником. На днях мы рассказывали об открытии полисадика в ЖК «Усадьба Суханова». Уже два дня он принимает юных жителей микрорайона. Проверить работу нового учреждения приехала министр социального развития Московской области. Море игрушек, музыкальные инструменты и удобные кроватки – главные атрибуты любого детского сада. Все это есть и в новом филиале «Жар птиц», открытым на днях в ЖК «Усадьба Суханова». Пока мини-садик работает лишь второй день, но уже успел себя зарекомендовать как в кругу родителей, так и их детей. Мне нравятся все воспитатели. Они очень добрые. Нас воспитывают. Мне нравится играть с друзьями, спать и все на улицу ходить. Такие учреждения сегодня в новинку. Полисадик Суханова лишь 24-й во всей Московской области. Проверить его работу приехала заместитель переседателя правительства, министр социального развития региона Ирина Коклюгина. Во время экскурсии она смогла пообщаться не только с детьми, но и с их родителями, которые ждали места в детском саду для своих малышей достаточно долго. «Видно, что он не большой, не габарит, но такой уютный. Я когда заглянула в туалет, посмотрела вот эти вот. Все, что нужно для деток, вообще, и раздевалки. Замечательно». «Ну, то есть вы довольны, да? Младшего сюда будете отдавать?» «Конечно, обязательно. Девочка. Амелия. Амелия. Какое имя красивое. По ощущениям мне очень понравилось. Очень красивый, комфортный, уютный. И самое главное, что детям здесь очень нравится, им хочется сюда приходить. И родители, конечно, тоже, как мне показалось, в восторге, потому что они не ожидали, что вот такое быстрое решение может произойти. То есть этот сад открылся в течение этого года». Комфортный и безопасный, а главное, современный. В мини-садике воспитанники легко находят занятия по душе. Особенно популярна у детей интерактивная панель, подаренная учреждению губернатором Московской области. С ней дошкольники развивают логическое мышление, учатся читать и считать. «В какой руке апельсин? В какой? Левой. А в правой банан. Давайте искать, где такие трусики зеленые с красным. А в какой руке банан. Ну, пробуй. Браво! Гранд! Браво!» Всего в Московской области уже в этом году планируют открыть 50 детских мини-садов. Три из них уже начали работу в нашем муниципалитете. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания против коронавируса. За прошедшую неделю от COVID-19 вакцинировались 2700 человек, большая часть из которых – второй фазой. Для тех, кто еще не успел защититься от коварного вируса, в муниципалитете по-прежнему работают 15 стационарных прививочных пунктов. Пункт вакцинации в торговом центре Вегас пользуется неизменной популярностью не только среди жителей Ленинского городского округа, но и у москвичей и гостей столицы. Сейчас, после отмены QR-кодов для посещения общественных мест, посетители, говорят медики, стало немного меньше. «Это может быть цифра варьироваться от 20 до 40 до 50 человек в целом, в зависимости какой период и какая погода на улице». В основном приходят за вторым компонентом вакцины, как москвичка Александр Пай. Первую прививку, говорит девушка, перенесла довольно легко. «Место укола может быть чуть-чуть, один день, как после гриппа, в принципе, прививку, когда делаешь, так же чуть-чуть, где-то что-то, и все. Так ничего такого не было». «Ни температура, ни ломоты, ничего такого?» «Ну, у меня не было. Я считаю, если уже вакцину полностью внедрили, значит, она проверена и значит, ее нужно делать». Семье Александры повезло – коронавирусом не болел никто. Девушка считает, что немаловажную роль в этом сыграла вакцинация от COVID-19. Ее родители уже прошли ревакцинацию, которую, кстати, также можно сделать в прививочном пункте Вегаса. «Спустя полгода, то есть шесть месяцев, пациент вполне имеет право ревакцинироваться, например, той же системой вакцинации «Спутник» ГАМ-КОВИД-ВАК, также в двухэтапно, либо же COVID-Lite – одноэтапно». Пункт вакцинации в торговом центре Вегас сейчас располагает 100 дозами препарата, как первым, так и вторым компонентом. Ампулы с вакциной хранятся в специальной медицинской морозильной камере при температуре минус 18-20 и размораживаются непосредственно перед введением. «Одна ампула на два пациента. Остаток вакцины кладется в холодильник и ждет другого пациента. Пациент непосредственно приходит, и мы ее вкалываем. Но хранится она не более двух часов». За прошедшую неделю от COVID-19 в муниципалитете вакцинировались 2700 человек, большая часть из которых второй фазой. Таким образом, в Ленинском городском округе привито уже 85% от планового показателя, необходимого для формирования коллективного иммунитета. Сделайте прививку и вы. Защитите себя и своих близких от коронавируса. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. 2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этого дня наша съемочная группа встретилась с полицейскими этого подразделения и узнала, как проходят их трудовые будни. Сейчас улица Донбасская находится под пристальным вниманием сотрудников патрульно-постовой службы. Именно здесь в последнее время участились случаи краж и заставленных тут автомобилей. Будни сотрудников патрульно-постовой службы не похожи на приключенческое кино. Но именно эти люди следят за порядком и спокойствием на улицах нашего города. Рабочий день у полицейских начинается в 7 утра и длится 12 часов. Нас инструктируют о преступлениях, которые произошли. Участковые, оперативные сотрудники нам дают ориентировки, дежурные защиты ориентировки и проверяют, как мы готовы к службе. Это определенные вопросы, отработают каких-то боевых приемов борьбы и заступаем на службу. При поступлении сигнала о совершенном правонарушении наряд ППС выдвигается по указанному адресу. Что у вас находится в данном пакете? Михаил Матынян в правоохранительных органах Ленинского городского округа работает 9 лет. Он рассказывает, что о другой профессии даже не задумывался. Всегда знал, что будет служить в полиции. У меня вся семья служила, кто в вооруженных силах, кто служил в правоохранительных органах. И, по примеру, брата. Брат у меня также служил в полиции, я решил пойти в полицию. Я поступил в университет МВД, окончил, пришел сюда, нашел себя в патрульной постовой. Напарник Михаила, старший сержант полиции Алексей Суворов, признается, что по службе часто приходится общаться с разными людьми. Но во всех ситуациях самое главное – сохранять спокойствие. Меня не привлекает работа сидеть в кабинете, бумажную работу какую-то выполнять. Здесь очень большое количество общений с людьми идет с разными. В какой-то степени психология нужна для правильного общения. Уже сразу смотришь, что за человек. Внимательным надо быть. Сейчас в штате патрульно-постовой службы 86 человек. Нередко стражи порядка пресекают не только административные правонарушения, но и раскрывают преступления. Сотрудниками этого подразделения за текущие 7 месяцев было заведено 89 криминальных дел, из них 52 уголовных. В преддверии праздника Михаил Матынян поздравляет своих коллег. От лица действующих сотрудников хотели бы поздравить с праздником ветеранов, пенсионеров, бывших сотрудников. Хотели бы пожелать здоровья, удачи и благополучия. В таком подразделении, как патрульно-постовая служба полиции, есть множество моментов, связанных с риском для жизни. Ведь каждый день эти люди выходят на борьбу с преступностью и выполняют свою главную задачу – охраняют общественный порядок. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ко дню города в сквере «Юность» открылась новая выставка, посвященная автору проекта городского поселка «Видное» Борису Ефимовичу. Долгие годы это имя оставалось забытым. Найти какие-либо архивы было проблематично. Сегодня у видновчан появилась уникальная возможность окунуться в историю сквозь призму фотохроники 50-х годов. Подробности в сюжете Юлия Погасьян. Выдающийся зодчий Борис Ефимович. В свое время был главным архитектором Москвы. На его счету работой по всему Советскому Союзу. А для города «Видное» это лично и стало и вовсе законодателем атмосферы поселения. Все здания в стиле ампир и малоэтажные жилые дома из красного кирпича – его детище. Именно он в 50-х годах создал концепцию города-сада. Нам повезло видновчанам, что мы обладаем таким бесценным даром – архитектурой, которую построил великий зодчик. В преддверии дня города и округа в сквере «Юность» открылась выставка, посвященная Борису Ефимовичу. Создать ее удалось благодаря стараниям местных краеведов. Долгие годы найти какую-либо информацию о нем было невозможно. Его репрессировали, а имя стерли из всех источников. Фотографии, которые сегодня висят в сквере, уникальны. До этого времени закрытый архив родственников архитектора. Мы благодарны нашим краеведам. Прежде всего, Ирине Леонидовне Ильясовой, которой сейчас с нами уже нет, и Алексею Васильевичу Плотникову, которые вели работу и связались с родственниками, связались с содержателями архива. А те, в свою очередь, увидев, как мы заинтересованы в этом человеке, передали часть документов фотографий нам. Фотографии рассказывают о жизни и творчестве Бориса Ефимовича. Здесь снимки самого мастера, его семьи, архитектурных объектов. Ну и, конечно же, о нашем городе. Самое главное, ради чего все это сделалось. Наш город, наше сердце нашего городского округа. И спасибо большое Борису Ефимовичу. Тем самым, мы хотим отдать память ему и сказать большое спасибо. Ознакомиться с выставкой и окунуться в атмосферу тех лет можно до конца сентября. Юлия Погайсен, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно. На сегодня новостей больше нет. Всего вам доброго и до свидания.